Ты вышла на сцену, это твое время. И если ты его вот таким образом используешь, то нужно либо задуматься, есть ли смысл тогда вообще этим заниматься, хочешь ли ты. Данные у тебя для этого есть. Если для тебя это важно, то ты выходишь и делаешь. Если важно другое, нужно просто свесить. Если для меня важнее сейчас поплакать, я буду плакать. Ровно столько, сколько будет длиться весь урок. Если для меня важно петь, я соберу себя в кулак, через слезы, я их подавлю, эти слезы, я выйду и сделаю. Пусть я потеряю там много, не сделаю то, что... Но я соберу, я смогу себя держать. Если ты не можешь это делать на сцене, то тогда незачем туда выходить. К сожалению. Но тут как бы или и. Третьего, что называется, не доносит. Главное, не было бы она такой, да? Я говорю, что нет. Я очень веселая, да? Все есть абсолютно, но нужно на собой поработать. Хорошо, малыш? Нужно поработать и подумать. Алене тоже бывает хорошо. Открывай руки. Я просто иногда бывает так, что человек, ну, не давление, конечно, да, вот, вот такая... И он... Да, и собирается, и дает. Это такая черти, которая на сцене, наоборот, выдают лучше, чем у вас. Лучше, чем у вас. Вот это такая черти. Потому что вы выходите на сцену, это ваше время. Никто вас не выгонит, ну, если только вы не позволите вот это состояние. Понимаешь? Поэтому ты выходишь, ваше глазки должны гореть. Понимаешь? Подножки не должны смотреть. Вышли на сцену. Сцена, смотри. Она выше, да? Чем вот мы сейчас стоим. Ты уже поднята выше, а ты смотришь в глаза. Тебя сцена уже подняла. Глазки должны смотреть в зал, и они должны что-то нести. У тебя песни такие зажигательные, тем более, у нас есть милическая песня. Ты поделись своим теплом, муж, своей любовью к маме, да? То есть это все нужно... Давай. Все нужно сзади. Да, конечно. Идемте сюда. Теплее. Дай, как бы, впервые, чтобы такими слезами сопровождался у нас ровный. Погода-то. Погода-то.